Легпромразвитие стало первым в списке визита Натальи Качановой. Предприятие специализируется на производстве спецодежды и обуви, а также пластиковых изделий. Во время выступления перед коллективом доверенное лицо Александра Лукашенко затронуло темы социальной защиты и заработной платы. Спикер остановилась и на вопросе профилактики COVID-19. По ее словам, Беларусь грамотно и слаженно справилась с возникшей эпидситуацией, несмотря на то, что правительству приходилось принимать порой непростые, но взвешенные решения. работали и работают абсолютно правильно. Наталью Качанову также познакомили с производством Легпромразвития. Она прошлась по швейному и бувному цехам, поговорила с работниками на местах, спрашивала их о проблемах, интересовалась условиями труда, пакетом социальных гарантий. У вас есть какие-то вопросы? Я на вас смотрела, так мне казалось, что у вас какая-то вопрос. Нет? Нет. Все хорошо? Темы пенсионного возраста, дорожного сбора и развития детского спорта. Ни один вопрос сотрудников предприятия не остался без внимания. Люди, которые хотели задать вопросы, они задали и индивидуальные вопросы. Наталья Ивановна с удовольствием ответила на эти вопросы, где-то какие-то пометки сделала. Я думаю, что каждый услышал то, что хотел и какие-то определенные выводы сделал тоже для себя. Хороший оратор, непринужденная, то есть все в такой нормальной, семейной, дружеской обстановке произошло. Встреча прошла конструктивно, люди были настроены позитивно. Во время открытого диалога наряду с сотрудниками к Наталье Качановой обратился и директор Легпромразвития. Дмитрий Щелкунов отметил, в стране для парка высоких технологий предусмотрен льготный режим налогообложения. Хотелось бы такой же бонус и для легкой промышленности, резюмировал руководитель предприятия. Собственно говоря, Дмитрий Владимирович ничего нового не сказал для меня, потому что совсем полгода назад, наверное, в начале года было совещание у президента нашей страны, где я выступала в защиту предприятий легкой промышленности, чтобы вы понимали. Потому что я видела, и мы с Лугиной Татьяной Алексеевной, я подняла лично этот вопрос на совещании, потому что я вижу, какие сегодня цены на то, что ввозят в нашу страну. Президент поставил задачу для концерна «Беллевпром» подготовить предложение по поддержке предприятий легкой промышленности. Сейчас они отрабатывают, и мы, и концерт «Беллевпром» будет вносить президенту на рассмотрение и правительству предложение по поддержке предприятий легкой промышленности. А ваше предложение обязательно я внесу и озвучу. Вторым визитом Натальи Качановой стала «Славянка». В начале встречи с коллективом доверенное лицо Александра Лухашенко отметила, что эта швейная фабрика ей по-особенному дорога. Здесь работала ее мама. А сама Наталья Качанова ребенком не раз бывала в цехах предприятия. Особенно приятно, подчеркнула спикер, что именно «Славянка» первой подставила плечо, когда во время вспышки коронавирусной инфекции белорусам понадобились защитные маски. Мы понимали, что надо средства индивидуальной защиты. И вначале мы попали в неприятную историю, когда не хватало средств индивидуальной защиты. И вот благодаря таким людям, как вы, которые перепрофилировали, стали шить. Сегодня, слава богу, у нас всего хватает в полном достатке. Средств индивидуальной защиты более чем предостаточно. И главное, конечно, что должны быть специалисты. На «Славянке» сотрудники также задавали вопросы Натальи Качановой. Говорили о инфодемии и фейковых новостях. А еще о включении Бобруйской крепости в инвестиционный проект. С благодарностью выступила и Елена Колесникович, швия, которая в апреле лично рассказала о своей проблеме Александру Лукашенко. В середине весны глава государства инспектировал работу Бобруйской фабрики. У меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на 7 микрорайоне. Расчет ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте ездит, добирается, 4 остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано. Полуседьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы… Понятно. Раз 4 остановки сын ездит, то надо там просто… Я просто… У нас нету там на 7 микрорайоне вообще никакой школы. А она нужна, эта школа, для Бобруйской? Она нужна. Для Бобруйской? Да. Понятно. А исходя из численности деток в Бобруйске, это не будет лишней школы? Не будет. Он перспективный новый район, и он только в ту сторону будет развиваться. Что делать тогда со школами, которые останутся у вас там, где не развивается район? Вот этого, чтобы не было. Развивается полностью, да. То есть у вас есть острая потребность в школе? Не острая потребность, но уже где-то через год потребность будет. Хорошо. Мы, Леонид Константинович, вы тогда с Игорем Петровичем, он же у вас уполномоченный президентом Могилевской области, конкретно решить. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложат, будем думать, что делать с вашей школой. Прошло три месяца, а решение о строительстве нового социального объекта уже принято. Я убедилась, что власть считает мнение простого народа. И этот вопрос решился очень быстро. То, что в семейном микрорайоне будет построена школа, и не только школа, и еще один детский садик. Сделала свой выбор за президента, потому что он делает все для народа. То, что нужно народу и нужно нашей стране. Наталья Качанова подчеркнула важность электоральной кампании и отметила, от выбора каждого зависит будущее страны. На встречах с работниками бобруйских предприятий в качестве подарка от Александра Лукашенко выступила группа «Аура». Евгений Олейник и Юлия Быкова исполнили хиты из альбома, посвященного году «Малой Родины». Мария Беларусь, Андрей Богдан. Итоги недели.